Ну что, привет интернет! Мы начинаем такой, я не знаю, цикл, подцикл чесноков, где мы будем встречаться с хедлайнерами, руководителями наших интернет-площадок. Потому что я, честно сказать, в частном режиме это регулярно делаю. И вот тут меня, я что-то задумался, а почему это то, что мне эти люди рассказывают в частных беседах, не может стать достоянием широкой общественности. И вот сегодня у нас в гостях Николай Бабешкин. Как правильно, Коль, называется твоя должность? Великий и ужасный на колесах и крышах? У нас нет генерального, у нас есть просто директор. Вот я директор. Просто директор. Но на самом деле я могу точно с твердой уверенностью заявить, что вот посмотрите на этого скромного парня, на самом деле все ноги в колесах растут именно от этого скромного молодого человека. Коль, мы идем по Count Zero. По Count Zero сегодня колеса самый посещаемый сайт в стране, да? Ну, Zero говорит да. Нет, ну ты в смысле не согласен с этим или как? Среди тех сайтов, которые в Count Zero, да. А что, у нас есть какие-то сайты, которые Zero не стоит, но они круче, чем колеса? Казахстанский, в зоне Ки-Зет? Да, в зоне Ки-Зет. Насколько я знаю, нет. Ну вот слава богу, что ты вот, вот смотрите, я говорю, это мы будем все интервью бороться со скромностью Николая. Честно сказать, он давно, о нем надо было делать отдельную программу, но мы вот сейчас совместим. Коль, что такое на сегодняшний день вообще колеса и крыша? То есть, ну понятно, что они первые в мире, вторые в Союзе. Ну вот, например, где-то два года назад туда пошла коммерческая реклама, да, не профильная. То есть, это не были просто СТО, там продажники шин, там продажники автомобилей. Туда мы видели, что туда зашел Самсунг, туда зашли банки, там большие, в общем, корпоративные клиенты. И как так получилось? Ну вообще, что такое колеса и крыша? Это нишевый классифайд, про авто и недвижимость. То есть, понятно, что первые рекламодатели там, это всегда нишевые же рекламодатели, те, кто ищет свою аудиторию. Ну и понятно, что на колесах это в основном автосалоны. Ну все, что связано с автомобилями на крыше, это все, что связано с недвижимостью, застройщики. Но сложилась такая ситуация, что конкретно в Казахстане нет своих локальных, там, не знаю, социальных сетей, нет своей такой, ну, они есть, конечно, есть на Нуре что-то, но выигрывают Mail.ru в этом плане, там, как почта или там социальные сети, Одноклассники, ВКонтакте и тот же Мой Мир. И получилось, что, ну, аудиторию действительно казахстанскую можно ловить на нишевом проекте, таком, как колеса или крыша. Рекламодатели это поняли, ну, плюс мы немножко помогли, начали об этом рассказывать и начали размещать. Ну, если так посмотреть, то ежемесячно аудитория сейчас на колесах в униках это 2,5 миллиона. Ну, 2,5 миллиона человек уникальных пользователей. Ну, это по счетчику, это, наверное, не люди, а назовем их пользователем, уникальный пользователь, то есть уникальный компьютер, их, на самом деле, наверное, меньше, потому что там с работы зашел из дома, надо вот в Теннессе или в Гемеусе смотреть, сколько действительно их. И на крыше, хорошо выросло, кстати, за год, уже сейчас 900 тысяч, к миллиону подбираемся. В месяц. В месяц, да, уникальных. А в день колеса это 200, вот вчера был, кстати, рекорд, 270 тысяч колеса и крыша 71 тысяча, что ли, что-то такое. Ну, наше поздравление рекордсменам, с Гиннеса не звонили, ничего там все равно. Не, ну, рекорд наш, рекорд нашей посещаемости. Мы, я вообще целью этих интервью, хочу сделать, знаешь, некое такое пособие для чайников, потому что, ну, вот, слишком товарищи, которые, ну, и, может быть, и профессионалы для себя что-то почерпнут. То есть, вот, за какую сумму можно нормально отрекламироваться на колесах? Я понимаю, что сейчас я получу такой, как бы, развернутый, там, такой долгий ответ, ну, вообще, вот, есть же какие-то, такой, вот, средний чек, да, то есть, вот, сколько нужно компаний, да, чтобы получить, ну, такой, вот, какой-то хороший, приличный результат. Я понимаю, там, от брендов зависит, там, вот, бла-бла-бла, но все равно, я думаю, общие цифры какие-то есть. Или это коммерческая тайна? Нет, 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 смотри. Давай. Мы разговариваем про рекламу. Из последних фишек, что мы сделали, что мы увидели, на самом деле, мы тоже для себя какие-то открытия делаем, мы позволили размещать рекламу всем желающим, то есть, заходишь в личный кабинет, и там есть ссылочка, баннеры, можно самому загрузить баннер, самому разместить, он пройдет модерацию, закинуть денег, там, через терминал, еще как-то, то есть, минуя менеджеров вообще. И что мы наблюдаем? А где этот баннер появится? Ну, на сайте, на колесах. Не, ну, понятно, на сайте. А ты выбираешь позицию, то есть, там, при создании баннера ты выбираешь, где ты хочешь, чтобы он размещался, то есть, сколько ты хочешь показов, какой ты там хочешь, ну, какая ссылка, какой ты там таргетинг, там, на самом деле много фишек, там, вот эти все фишки, там, показывать. То есть, сейчас получается, подожди, владелец маленькой СТОшки, он может зайти на колеса, заплатить через что, там, через какие-нибудь киви, терминалы, да? Терминалы, карточки, можно счетом прийти, там, платить, даже смс-кой можно. И, может, вообще, сам может повесить баннер и… Нажать кнопку play и наблюдать за этим делом, как это все происходит. Слушай, ну, вы там это… Так смотри, что получается, вот ты, давай, ответим на твой вопрос, потом расскажем про вот эти фишки, там, что мы видим? Сумма, с которой ты можешь зайти, она достаточно маленькая, ты можешь рекламироваться, у нас же стоимость позиции вообще, там, пляшет, там, 500 тенге, заканчивает, там, не знаю, что там, 11 тенге за тысячу показов. Так что происходит? Приходят люди, вообще даже не из Казахстана, начинают размещать, ну, арбитражники, знаешь… Суд арбитражный. Нет, арбитражники трафика. Они покупают трафик, ну, где угодно, конвертируют на интернет-магазин, на еще что-то, в итоге вкладывают, там, допустим, тысячу долларов, поднимают полторы или две. Да. Конкретный пример у нас наблюдаем. Регистрируется человек, вообще, как бы, казалось бы, ну, наверное, должен прийти и зарегистрироваться с ТОшник. Регистрируется человек, который вообще с России вкладывает, там, 500 долларов, заливает, покупает строчку, покупает показами, конвертирует это все на CPA, зеленый кофе, да, поднимает штуку. То есть человек просто вложил 500, получил тысячу. Мы понимаем, что реклама, в принципе, у нас дешевая, ну, дешевая, что даже настолько можно конвертировать. Не говоря уже, там, о том, что это может конвертировать в конкретные звонки на СТО или еще что-то. То есть мы получаем картину, когда есть более развитые ниши, да, ну, скажем так, те же СТО, они еще не совсем так вот пришли в интернет, а есть те, кто уже давно, там, год-два уже, уже варится, они начинают тупо на этом зарабатывать. Не говоря о том, что уже прямой интернет-магазин мог бы разместить рекламу и на этом заработать, если он еще делится с арбитражником, то есть мог бы в два раза дешевле это получать. То есть, отвечая на твой вопрос, стоимость вообще может быть… От 11 тенге и… Ну, я бы сказал от 100 баксов, наверное, потому что иногда нужно какой-то… Бывает просто нужно хоть немножко получить, но чтобы… Ну, я не знаю, вот смотри, я вот всегда как думаю, когда я думаю о колесах, вот я, допустим, я не знаю, вот там, давай представим, я владелец модного бутика, понимаешь, торгую… Модный бутик, когда тебе… Смотри, тут надо понимать, тебе нужна имиджевая реклама или тебе нужны конкретные… Нет, вот мне нужно, чтобы, смотри, вот любому рекламодателю, ему нужны посетители, да, то есть… Не всегда. Не, ну, звонки, посетитель, там, неважно, да, ему нужен фидбэк аудитории, да, вот условно говоря. Я вот, вот у меня бутик, вот, я хочу, чтобы ко мне пришло много женщин, я могу прийти на колеса, да, то есть разместить у вас рекламу, ну, наверное, вообще-то, если мне надо много женщин, надо на крышу идти. Ну, да, колеса не очень будет для женщин. Нет, ну, а почему не очень, то есть на колесах продается Lexus, там, RX 300, да, на котором все женщины ездят, на колесах продается, там, RAV4 машина, то есть, ну… Ну, я думаю, мужья покупают, редко, когда сама женщина пошла, ну, то есть, ну, и наши отчеты говорят, что все-таки… Ну, в общем, я не буду врать, я стараюсь… Не порекомендуешь? Нет, нет, если бы я продавал подгузники, не знаю, хотя сейчас и уговаривают разместить, но я бы, наверное, все-таки пошел, попробовал на крыше с каким-то таргетингом, все равно у нас женщина-хранительница очага, и много женщин, которые даже сидят на крыше, выбирают, и потом… Ну, на крыше сколько, вот, в процентном соотношении мужчин и женщин? Ой, сейчас не скажу, но по исследованиям ТНС, по affinity, это, ну, рекомендуется… Соотношение вот женщин от общей аудитории, оно выше, да, и там стоит что-то порекламировать для женщин. Получается, все, что для женщин на колеса не очень, как бы, наверное, нужно, да, то есть… А вот средний какой-то возраст колес, допустим, вот сейчас мы… Какие-то есть исследования, то есть вот мы понимаем, что туда ходит огромное количество людей, вон, 300 тысяч в день, да, то есть, но, ну, я вот понимаю, что, подожди, ну, вот владельцы Lexus за 100 тысяч долларов, они ходят же тоже на колеса? Ну, по крайней мере, они их там продают точно, ну, в смысле, подают объявления, ходят, конечно. Ну, да, то есть, ну, правильно же, то есть… А куда еще идти? Ну, что у тебя Lexus есть, ты будешь по нем ездить с табличкой, продам Lexus? Ну, это нормально, что… А что, смешно-то? Нет, ну, куча, нет, у меня куча знакомых, которые именно на дороже машинах ездят, что-то интернетом не пользуются, почтой не пользуются, что ли? Это есть, конечно, еще такие закоренелые, которые вот совсем странятся от этого, но сейчас такой тренд, что невозможно уже без интернета даже, ну, и большой бизнес делать, то есть, все они там, это нормально. Да, господи, что, новости почитать, он все равно идет туда. Он должен быть в тренде, а где еще читать? Ну, кто-то… Ладно. Окей. Еще такой вопрос, смотри, ну, вот, все-таки ты на тот вопрос не очень ответил. Понятно, что там есть, как бы, и более, там, обеспеченные слои, и эти, но есть какая-то статистика, то есть, наверное, больше всего… Вообще, вот, давай по машинам, слушай, по машинам у вас же есть какая-то статистика, то есть, каких машин больше продается, это вот, кстати, интересно. Вот только вы в стране знаете, вот, какие машины больше продаются. Мы знаем, какие пользуются спросом, какие продаются вот… Слушай, а можешь назвать, вот, какие пользуются спросом? Ну, в общем-то, наверное, на уровне здравого смысла все могут так предугадать, но… Я вот немножко… Я могу, в принципе, посмотреть, но если так, на вскидку, могу чуть-чуть ошибаться, есть такая разница между теми марками, моделями, которые продают, люди пытаются продать, и теми, что больше всего смотрят, ищут, ну, и покупают, наверное. Конечно же, ну, большинство, как и во всех странах, больше продается от дешевых машин. Ну, их и больше, это можно видно на дороге. И по тому, сколько продают, можно увидеть просто на колесах, потому что у нас такие популярные марки, модели, они выстраиваются в зависимости от количества объявлений. И там идет первая, естественно, Toyota, вторая, вот, уже не помню, надо зайти просто и посмотреть, какая там статистика. Это то, что продают по количеству объявлений люди. То есть у вас, получается, когда ты набираешь, вот эти марочки машин выходят, то есть они, это своего рода рейтинг. Да, по количеству объявлений. Ну, то есть понятно, что чем, ну, мы… Смысл там выводить какую-то марку, где объявлений, там, не знаю, 5. Мы выводим те марки, где их очень много. Но, судя по карте кликов, по машинам, которые действительно ищут, то там, конечно же, лидирует сейчас это Lada, Kia, Nissan, то, что больше доступно. Конечно же, ищут, ну, сам понимаешь, Lexus за 100 тысяч, его будут искать меньше, чем будут искать Dave, кстати, Dave, потому что людей, которые могут позволить себе, их, конечно же, больше, чем… Ну, это вот Lada, Kia, фу, Deo, это где-то в районе 12 тысяч долларов, да? Ну, Kia побольше, там, по-моему, от 20 уже начинается все, а эти всего 10. То есть сейчас люди просто, ну, и тренд такой, они… Если он раньше ездил на Toyota, там, да, какой-нибудь 30, он сейчас понимает, что продавая ее, он может купить вообще новую машину, пусть она классом ниже будет, но надоело им, видимо, ремонтировать машину, и они идут просто чуть-чуть добавляют или берут в рассрочку и покупают новую. А вот, слушай, большой процент рекламодателей, вот, насколько активны автосалоны вообще вот на колесах? Потому что, вот, ну, это интересный вопрос на самом деле. Так получается, что мы немножко отстаем от России, и сейчас, ну, и тренд, это новые автомобили, они стали доступны, более доступны, и сейчас люди больше покупают новые авто. В цифрах не скажу, но если новость почитать, видно, что там количество проводных новых автомобилей увеличилось там в два раза по сравнению с прошлым годом. Конечно же, это такой взлет новых авто. Вообще по рынку это обычно происходит так, ну, бушный-бушный, там, гоняют за границей, потом происходит вот это вот новое авто, такой рост бурный, потом стагнация, потому что эти новые авто, их тоже надо продавать же, потом они становятся бушные, и бушный все равно начинает тоже догонять, и в итоге они вот так вот как-то идут. Но сейчас, да, тренд новый. Автосалоны... Да, вот насколько они рекламируются, потому что мы вот видим, да... Они... Их сейчас основная задача объяснить людям, вот, кто ищет бушную, не знаю, хочет купить прадик, да, за 60 тысяч, что он может купить бушный прадик. Он может купить, например, чуть-чуть ниже класса, но новую, но тоже хорошую машину. За 60 тысяч можно хорошую машину купить. А он может купить, не знаю, там, Вензу, но новую, например. И они это сейчас начинают говорить. Ну, чуть-чуть ниже класса, наверное, это вот спустимся до 20-30 тысяч. И если посмотреть на колеса, то там много салонов сейчас, они учат людей покупать новые. Это, в принципе, правильно. Пересаживают, получается, людей с бэушных машин на новые. И мы, не знаю, зарабатываем, конечно, но какую-то в этом роль все зарабатывают. Ну, смотри, спокон веку, это я сейчас, наверное, не полезу в какие-то большие коммерческие тайны, но колеса, в общем-то, это достаточно прозрачный сайт и достаточно открытый. То есть вот к вам, когда рекламодатель приходит, вы же показываете ему, допустим, статистику, если он попросит. Да, и у нас там, по-моему, в аналитике куча агентств, мы их что-то подобавляли, они заходят. То есть это вот небольшие там какие-то эти. То есть, ну, слушай, вот за эти два года, когда пошли рекламодатели уже прямые, да, такие непрофильные на колеса, насколько, основной доход мы же знаем, что вот с смс-очек, да, вот этих? Вот так. Сейчас есть, немножко прыгаем, смотри, по доходам. Баннеры и реклама немножко сезонная вещь. Она может, например, в январе просесть и в августе просесть. А микроплатежи, смс-ки, вещь стабильная, ну, растущая такая, да. Поэтому в среднем погоду пополам. Но иногда бывает, что там в августе баннерка просела, эти остались, выросли. Ну, такие вещи. Но если общие цифры, то примерно 50 на 50. То есть вот эти смс-очки и прямая реклама 50 на 50. Ну, я взял не смс-очки, но смс-очки там уже не так много. То есть маленькая доля. Это микроплатежи, которые сейчас терминалы в основном. Ну, понятно, да. Да, ну, это я… Маленький платежи, там, 50 тенге, 100 тенге, 200 тенге. Ну, это же вот выросла эта цифра до 50% буквально вот за последние, там, я не знаю, 2-3 года, да? То есть вот ты сколько на проекте уже работаешь? Два с копейками. Два с копейками, да? Вот 1 июня было два года. Два года, да? Ну, вот смотри, ты когда пришел на проект, доля рекламных вот этих вот поступлений, она какая была в процентном соотношении? Ну, повспоминай. Сложно. Ну, ошибись на чуть-чуть. Тогда было… Ну, тоже в этом районе может быть, но там просто ниже все было. И смс, в смысле микроплатежи были ниже, и реклама была ниже. Мы в год, первый год удвоились, второй год что-то там был рост на 80%. То есть мы такими вот… А это почему? Ты такой суперский менеджер, в смысле, ну, получается, вот все на рынке, я думаю, меня как бы поддержат в этом, что мы все видим, что вот когда ты пришел на колеса, да, у них какое-то появилось новое качество. Это не то, что мы тебя там сейчас нахваливаем, но мне кажется, так и есть. То есть давай чуть-чуть поговорим, вот смотри, вот получили в руки люди сайт какой-то, да, вот как правильно с твоей точки зрения нужно развивать сайт и продвигать его в интернете? То есть вы же вот фактически, когда ты пришел, да, там и начал формировать вот эту, по сути там где-то новую команду колес, вы же где-то фактически многие вещи заново начали делать. Вот я знаю, что там очень много программистов у тебя сидит, постоянно его там пишут, то есть колеса пишутся всегда, да, то есть вот они не останавливаются, это не так, что вот нарисовали сайт и все, он работает, то есть вот давай чуть-чуть вот об этом поговорим. Ну, такой сложный момент на самом деле в жизни был, тогда многие вещи, знаешь, так по лезвию делались, и много было рисков. Сейчас, наверное, можно об этом уже говорить, но мне не в лучшем состоянии досталось это все, потому что, ну, грубо говоря, я пришел в компанию, и там ноль программистов, проект, который на тот момент, я не помню цифры, ну, больше ста тысяч посещаемости в сутки, и все администрируется, все, все делается не вовсе, только там реклама продается, и огромные-огромные риски. То есть он мог выключиться, там, моргнуть, там, любую минуту. То есть мы могли, мог случиться, все могло вообще остановиться, данные могли потеряться, потому что они никак не дублировались, и после этого компания могла бы и не оправиться на прежний уровень. Если в этот момент кто-то бы среагировал хорошо, можно было хорошо поджать. И какое-то время, например, полгода пришлось работать вот в этом все. Ну, простой пример, нас будут смотреть ребята и зайти, довозим все объявления, там, да, там хранились на одном жестком диске, который уже год работает, и который вот один жесткий диск, обычный жесткий диск, который может просто вот сдохнуть. Выключиться. Да, и все. И кэшировались, да, никак, в смысле? Не, ну, кэшировали в плане, ну, для отдачи, для ускорения, но в бэкапов его не было. И сделать его невозможно было, потому что данные поступали настолько быстро, что их копировали, ту информацию, которая за неделю пришла, мы копировали две недели. Ну, смысла тупо не было. И нужно было это все перестраивать, нужно было железо, потому что это все работало на таких сборных десктопах, да, таких. И, ну, на самом деле тяжело было. И причем каждый вечер это все тормозило. У нас до сих пор там угнетает то, что вот у вас там написано сервер перегружен, потому что, ну, тупо это все не выдерживало. И каждый вечер у меня работа начиналась с 9 утра, я был на работе, а вечером там с 6 до того, как люди идут спать, мы ходили на... В режиме ЧП вы работали. Да, и было-было плохо. Выхода не было, надо было только набирать команду и вылазить из этой задницы. Тогда помогли, кто-то старой команды помог, ну, немного помогали, но это все было такие антикризисные решения. Тогда нужно было проект выводить на какой-то серьезный уровень. И тогда, ну, спасибо Вали Хаснудинову, это прежний владелец, он как бы, да, полный карт-планш, и началось. То есть, и первым я нашел Игоря Бородихина из Закона, он тогда тоже, то есть, я помню даже собеседование сейчас, мы с ним разговариваем, я говорю, слушай, тебе со мной игру понравится, но тут жопа, то есть ты готов на это, то есть ты в ближайшие, там, не знаю, там, полгода, ты будешь повышать свой уровень, левелап делать каждые, не знаю, каждые две недели, но это будет дорогого стоить. И он тогда, ну, хорошо, мой ровесник, и он тогда пошел. И это было первое, первый, кто сделал этот шаг, и началось. И потом пошли второй, Никита Вершинин, Максим Кровец. И на сегодняшний день вот команда, которая обеспечивает из таких взрослых, таких уже очень серьезных, да, как бы, айтишников, вот сколько человек работает, чтобы этот проект вот находился в таком рабочем состоянии? Ну, разработчиков, ну, а чисто вот кто из технической части работает, порядка 10 человек сейчас. То есть 10 человек пашут постоянно, чтобы колеса вот работали? Нет, чтобы работали не 10 человек. Мы же развиваемся, делаем новые вещи и улучшаем старые. Тем, что... Не, я имею в виду вот тех какую-то. А, то есть получается 10 это вот обеспечение, чтобы это все жило там... Не, 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 чтобы все жило, на самом деле сейчас все построено так, что, в принципе, ну, один человек... Оно все работает, не надо там педали крутить. Но в случае какой-то поломки, в принципе, один хороший админ может решить проблему. То есть у нас все сейчас реплицируется, сейчас мы, ну, как бы, спим спокойно. То есть, наконец-то спим спокойно. Ну, вот сколько? Два года, да, ушло на это, получается? Не, не, ну, быстрее это все сделали. Когда начали спать спокойно впервые? Я думаю, год назад, когда уже прям... То есть за год, получается, вы запилили его вот уже как положено, да? То есть, ну, уже можно было спокойно выключать там телефон ночью? Ну, все равно никто не выключает телефон ночью. Всякое бывает. Вы, получается, вот постоянно на связи. То есть ты не можешь, да, выключить телефон? Ну, до сих пор, допустим, сейчас, например, каждый понедельник обязательно у нас я сижу вечером онлайне и обязательно и ведущий разработчик кто-нибудь. Почему в понедельник? Ну, потому что самый пик нагрузки. То есть это пик нагрузки, когда можно... И мы всегда в понедельник... Подожди, а что в понедельник все хотят? Машину или купить, или продать? Я думаю, просто субботу-субботу люди отдыхают, а в понедельник начинают заходить, там, появление продлить, еще что-то. То есть это вещь такая, когда начну новую жизнь в понедельник. То есть у вас аншлаг, да? Аншлаг в понедельник, да. И вот в понедельник все равно вы сидите, да, и ждете, да, там, какого-нибудь, ну, там, я не знаю, а хакнуть пытались у вас вообще? Потому что я уверен, ваши циферки на Count Zero многим поперек горла, да? То есть, ну-ка, вот интересно. Это отдельная тема. В смысле, это происходит всегда, да? Знаешь, самое страшное было не... Наверное, тоже будет интересно, я об этом, в принципе, рассказывал. Самое страшное у нас был DDoS не от конкурентов, а был самый страшный DDoS, который длился месяц от мошенников, которые продают объявления по заниженной стоимости, ну, типа, на заказ. И человек идет, потом тупо ему 2-3 тысячи долларов, а может, 10 тысяч долларов отправляет там. Да, да, да. И все, и человек пропадает. Ну, там разные схемы, когда машину показывают, еще что-то, и в эти дебри не лезли. Но они на нас выходили и говорили, давайте мы разместим, ну, не знаю, там, объявления такие. А мы стараемся их удалять, все равно они проходят. Мы удаляем, мы удаляем, на самом деле, 90, наверное, 5%. 5% проходит, и все равно нас осуждает, что мы там их размещаем. По творству эти молки. Да. И там смешно получилось. Ну, поехали домой, а утром приходим, ничего не работает, все, происходит какой-то хаос. Разбираемся, понимаем, что дидос к обеду там какая-то почта была у нас поставная. Получаем письмо, что там вчера написали, если до 8 часов что-то мы там не сделаем, то начнется дидос. Мы только это увидели, такие, ну, блин, уже начался. Нам звонили, что-то, еще что-то, но мы, как это говорят, переговоры не ведем. Начали защищаться. Да не совсем готовы были тогда, вот как раз-таки были риски. И мы месяц там в режиме жили, по дидосам там закрылись. Хорошо у нас посещаемость в основном с Казахстана. Мы и внешку закрыли, но в Казахстане тоже были боты, которые долбили. Там уже было определено. Написали там защиту, которая определяла, что это с него идет. Добавляли, ну, как бы, в бейклист это все. Ну, то есть там сделали все. И вот в таком режиме работали. Нечаянно там блокировали этих, ну, бывает под одним опишником интернет дают, всякие флешки, которые. Блокировали тут же звонки, почему не могут зайти, их тут же открывали там, еще что-то было. Было тяжело. А так, враги, да. Ну, бывают просто программисты, все не предусмотришь. У нас бывают новые программисты, бывают какие-то ошибки, но есть ребята, которые вне штате, например, они пишут. Сидят и дырки еще, да? Ну, есть, да. Например, парнишка очень хороший, который часто нам вот такие дырки показывал. Есть, когда действительно что-нибудь там сделал. Но сейчас уже все поставлен, только поток, что все проверяется. То есть сейчас как бы колеса ломануть. Ломают? Не, ну слушай, сайт Пентагона сломали. Я уж думаю, наверное. Эти все сканеры, они постоянно. Конечно, я думаю, можно что-то сделать. Но мы все-таки, нет там денег, деньги не украдешь. Поэтому, судя по логам, постоянно что-то сканируют, что-то делают. Но за это время, во-первых, много чего уже нашли, мы закрыли. Не новый же проект. И, ну, как-то так. Хорошо. Де-факто колеса на сегодняшний день это один из самых успешных и дорогих сайтов в Республике Казахстан. Мы много, много крику идет вообще в наших интернетах об электронной коммерции. Было буквально вот год назад, мы еще вот это слышали, что помнишь, как Москва слезам не верит, скоро будет интернет и все. Больше ничего не будет. Вот как там про телевидение в свое время говорили. Если можно, Коль, твою картинку, вот ты в другом вообще информационном поле находишься, я так, почему-то мне так видится, да, вот что у нас сейчас вообще в Казнете происходит, вот, общее как тенденцию. То есть я понимаю, что я сейчас спрашиваю у айтишника, да, чтобы он... Ничего ты меня. Да, чтобы он увидел, в общем-то, какую-то такую поэтическую вещь, да, потому что ее посчитать очень сложно, но от таких, как ты, очень хочется получать такие картинки, потому как они, мне кажется, будут интересными. Давай чуть-чуть вот... Я уже очень плохой айтишник, мне стыдно уже, допустим, иногда с программистами спорить о чем-то, они уже на меня так смотрят, но ты уже поплыл, как бы, да, я менеджер, и у меня, кроме сайта, еще есть две газеты, две с половиной. Так как две с половиной. Ну, еще есть приложение, просто крыша в Астане, она не полноценная, она до приложения, и 150 человек штата, то есть, как бы, ну, ты просто уже, да, я в моих качествах, в моих умениях уже менеджмент, айти уступил. Ты же раньше думал, что ты айтишник же, да, всегда, то есть, вот как ты там с детства, там, я не знаю, хотел он там быть, ну, космонавтом, это в начале все, а потом... Я запомнил, отвечу на этот вопрос про тренды, по поводу айти. Просто как вот айтишники перерождаются в менеджеров. У меня был такой переломный момент, когда я программировал, и, да, есть проект там, Чоку, его в самом начале писал я, и запускали мы вместе его. Ты еще вот, ты в Чоку... Да-да, я еще, я еще программировал, да, но знаешь, я как-то, ну, когда ты программируешь, как-то, где-то как-то, ну, тебе кажется, что ты, ну, ты там крутой, и все у тебя здорово, но когда ты видишь, как, допустим, ну, конкретно я беру человека уже в колеса, я за спиной так смотрю, и встаю, человек моего возраста, и я в свою жизнь меня мотал, я чем только не занимался, а он все эти годы, он программировал, он просто супер программист. Он джедай. Да, а мне быть, вот, я, мне тяжело быть, я понимаю, что есть средний, это нормально, когда есть крутые, средний, это абсолютно нормально, но я не хочу быть средним, если быть, то быть, и, и в какой-то момент меня очень много Вали учил, прям, часами, тупо учил, ну, я называю так, это, наверное, какой-то жизни, своему опыту, мудрости своей, и в какой-то момент я понял, что, блин, у меня получается что-то лучшее, другое, почему не делать то, что получается, и как-то так, как плыви, знаешь, и поплыл, и получилось, что действительно в моих качествах сейчас IT сильно уступило менеджменту. Это интересно, да, это так, долгий отступ от того, что ты меня называл IT-шником, это неправильно, потому что меня схавает IT-шник. Нет, ну, Коль, понимаешь, мы вот делали интервью с Айданом Карибжановым, да, и он, кстати, озвучил архиинтересную вещь, да, я вот ему задал вопрос, а какой успешный по твоему, как бы, мнению, по вашему мнению, сегодня вот специалист, и он, знаешь, какую интересную вывел, вот он вывел тебя фактически, он говорит, что самый крутой менеджер будет на срезе двух профессий получаться, и самый востребованный, то есть, человек долго пробыл в IT достаточно срок, да, и потом волею судьбы, это же непонятно, да, то есть, вот как это все случилось, да, он еще овладел, как бы, второй там смежной профессией менеджера, и вот с него получился офигенный IT-шник-менеджер. Ну, согласен. И в этом есть уникальность, понимаешь, потому что других таких их мало очень, ну, вот я Игнатова еще знаю, допустим, когда IT-шник-менеджер, а сколько есть IT-шников-менеджеров, их не так много, чувак, понимаешь? Легче просто работать с людьми, ну, ты же понимаешь, то есть, по крайней мере, этот IT-шник, даже самый крутой, он тебе ничего не впарит уже, он не скажет, что тебе вот эту программу, у него на это уйдет там полгода, это одна из сторон, но на самом деле грамотные менеджеры эту проблему решают, команда набирается, то есть, если у тебя, если тебе уже впаривают, то ты просто делаешь что-то неправильно, нужно с этим что-то делать, как бы, да, не впарят, но есть, куча-куча примеров. Давай про рынок поговорим, про рынок, это интересно. Ну, что я вижу? Ну, естественно, и-коммерс, все делают, наверное, магазины, и... Ну, так что все делают? 400 магазинов уже там где-то на рынке есть, а успешных, я знаю, целый один ламода, российский. Что такое успешный? Ну, я не понимаю, что такое успешный, но вот мне говорили, что там... Нет, успешный, прибыльный, что... Конечно, да, что там много продаж. Основной магазин... Много продаж, ну, не знаешь, что прибыльный, тут же так. Не, ну, хорошо, хорошо, ты упер меня вообще по всем позициям, вот ты мне расскажи, то есть, я вообще тебя заманил тебя поспрашивать, то есть, я, наверное, со скрипом могу объяснить, что такой успешный интернет-магазин. Кто сейчас взялся за e-commerce, сложная задача на самом деле, потому что они упираются в кучу проблем, которые они сейчас решат, а потом кто-то пойдет, уже про... Папаратурные дорожки. Проблема доставки, проблема остатков, элементарно, ты открываешь этот магазин, ты маленький, у тебя там 3 человека в штате, да, ты вот решил открыть магазин, ты продаешь там, не знаю, там игрушки детские, да, и твой поставщик, это склад какой-то, и ты, ну, ты не можешь позволить себе затарить эту комнату товаром, ну, потому что ты маленький, ты хочешь сделать заказ, и вот под этот заказ, ну, под 10 заказов, поехать быстренько взять на складе и отвезти. Первая проблема, тебе тот склад дает неправильные остатки, потому что, потому что у них там проблемы, их еще не решили внутри. Я знаю, эти проблемы хорошо решили электроника, там, поэтому открыть этот магазин электроники сейчас легко, но их тоже как грязь, как бы, а многие их тупо не решили, и ты берешь, формируешь заказы, едет курьер, берет товар, а там его нет, и все. Сюрприз. И тебе нужно опять звонить, говорить, этого нет, поменять заказ, а ты накладные напечатал в офисе, тебе нужно их поменять, вернуться в офис, и все, в этот момент понимаешь, что все поплыло. Застрелиться, да. Тебе нужен склад, это проблема, доставка. Куча, не куча, некоторые компании пытаются сейчас, они понимают, что этот тренд курьерский, затачивать себя под тренд-магазины, то есть мы хотим вот забрать себе все интернет-магазины, и мы строим бизнес, который для этого. Будем доставлять. Да, будем доставлять, вот на этом строить. Ты спросил про тренды, я вижу, что тренд e-commerce, люди делают магазины, даже вон, очень давно ехал, там что-то, Алина, по-моему, сделали какой-то магазин, ну, эти, строительные, смесь. Все туда идут, еще, может быть, не понимают, как это, где это, но делают, пытаются. Все пошли уже, то есть вот это прям четко видно, да? Ну, их много, если там, не знаю, на Варде посмотреть, много было и магазинов. Слушай, а вот такой интересный вопрос, вот сейчас я на тебя глядючи. Вот ты искал себе ребят-программистов, да, то есть вообще какой уровень у нас программирования в КЗ, и вот сколько ты можешь вот в количественном отношении, да, ну, как правило, нормальные такие прогеры, они все как бы на виду, да, то есть какую оценку ты дашь вот уровню, первый вопрос, уровня программирования вообще в КЗ, вот, и второе, вот сколько живых таких вот ребят, да, от которых ребенка хочется на рынке. Не, ну, я так это по-быстрому, чтобы там, ну, вот, просто. Мы постоянно ищем. Ну, то есть, в смысле, их нет, значит, получается. Сейчас руководит вебом Владимир Меркушев у нас, он постоянно, у него собеседование, у нас самая большая текучка в компании, это в вебе. В вебе, в смысле, мы говорим, вебмастера. Ой, вот именно те 10 человек, которые ты говорила. То есть сам самая большая текучка, потому что человек приходит, учится, проходит, ну, идет испытательный срок, да, и он, ну, уходит. Потому что сложно, не тянет, ну, как это, как это, наверное, у него возникает, то есть та ситуация, которая у меня была, когда я за спиной смотрел, программист и понимал, какое же я говно. И он понимает, в смысле, какой он говно. на самом деле, не, не, человеку надо просто еще подучиться, а мы, к сожалению, не можем себе позволить, чтобы его еще год учить, например. Он станет хорошим программистом, но это уйдет еще на год. Но он ценник же, да, там какой-то еще тоже объявляет, такой уже, как на хорошего программиста. Не из-за этого. Ну, то есть мы, в принципе, вы просто не хотите никого учить. Мы не можем себе позволить год учить. У нас, допустим, есть вот, это же, он же тормозит, другой процесс, ему дали работу, он не сделал, то есть наши ведущие тратят время, там, много нюансов. Мы постоянно ищем. Так получается, подожди, Коль, ну, это же тогда кошмарная ситуация. В смысле, вы с целого КСЗ себе 10 нормальных программистов найти не можете. Ну, это же бред какой-то. Ну, у нас планка, может, такая, я не знаю. Ну, какая планка? Слушай. Нет, стоп, они есть, они просто, ну, в смысле, не идут к нам, еще не идут. Они сидят, делают там свои проекты, сидят в других компаниях, не только же за денег идут. Они есть, они просто, они нищие работают. Давай про деньги поговорим. Сколько хороший программист стоит? У нас... Я не ваши зарплаты хочу узнать, мне вот просто цена по рынку. Вот, а за какие деньги можно вот, ну, такого вменяемого, хорошего программиста по... Я все-таки... Ангажировать. Не, ну, а что такого? Ну, надо, надо брать не только деньгами. Если брать только деньгами, то будешь и пятеру платить, а он будет сидеть левой ногой работать. Не, а что, прям пятеру платят? Ну, я не знаю, может быть и платят. Я не видел. Я не задаю какого-то хромольного вопроса. Я тебя спрашиваю, стоимость программиста на рынке, блин, япона-мама, что такого сложного? Этот, я думаю так, в хорошей компании, в которой интересно работать, от полутора до двух. То есть, ну, это не так много, на самом деле. Ну, я говорю, в хорошей компании, в которой интересно работать, потому что нужно что-то... То есть, там, короче, еще там за место штуки ему вот этим доплачивают, интересно работать, да, то есть. Не, ну, представь, ну, сейчас возраст таких людей будет там о 25, да, это самые лучшие годы. Если он еще будет в каком-нибудь гадючнике сидеть, да нафиг это нам на самом деле. Нужно с удовольствием на работу приходить, радоваться, делать крутые вещи, быть участником чего-то большого или, не знаю, интересного. Все же таки, я тебя попробую вытрясти эту цифру, не про деньги уже, расслабься. Сколько у нас в КЗ хороших программистов? Ну, не знаю, ну, хоть сотня наберется. Ну, вы себе 10 нашли. Не, ну, нашли, так это как-то мало. 16, 16, там, мы же не выбираем вот так. Есть куча хороших ребят, которые не ищут работу. Я не хочу обижать никого. Не, подожди, что их обижать? То есть мы не обижаем. Мы не приходим к нему, если бы мы пошли вот так, прям по кампанию. Мы не хантили напрямую, мы разместили объявление и смотрим по откликам. Мы напрямую, я когда набирал, хантил. Учет 50 наберется, говорю бы. Ну, есть, не знаю, там банки, типа 300 человек сидят. Что они там делают? Программистов, что ли? Да, наверное, программистов сидят. просто айтишники. 300 человек программистов в банке сидят? Ну, наверное, что-нибудь там охраняют. Не, ну, это не бывает даже, это много, да, по-моему? 300 даже я понимаю. Слушай, это три роты, короче, вот если их построить, они будут выглядеть, вот, как три роты солдат. Это очень много, такие, знаешь? Там задачи разные. 300 человек такие с ноутами стоят вот так стройными шеренгами и каждый что-нибудь там тычет. Не все программисты, там просто такая команда разработчиков, там обязательно есть тестировщики, менеджеры проекта, то есть там много, все аналитики, то есть там нет такого, что если просто взять программистов без никого, они ничего хорошего не сделают, им уже при таком большом количестве нужна помощь какая-то. Там уже устраивается процесс, там, напишите ко мне сайт, не получится. Хорошо. Что у нас сейчас с рекламным рынком происходит в интернете? От тебя тоже интересно узнавать, потому что я вот со многими людьми общаюсь, да, такими владельцами инсайдовой информации. Неужели от первого человека слышу, что чуть-чуть как-то притухло вот в этом? Да, я тоже замечаю. Вот. Ну-ка расскажи. Ну, то есть темпы, я вижу, что, я не знаю, как там у других, ну, примерно понимаю, но что-то как-то нет такого раньше там, знаешь, взрывы бах-бах в два раза. Сейчас мы выросли за счет другого, мы выросли там не за счет того, что мы выросли больше, чем вырос сам рынок интернет-рекламы. Нет, то, что у вас там все хорошо, кто бы сомневался, дай бог, как говорится, всем здоровья, да, и финансового, и такого человеческого. То есть это я, мне прям не жалко, я в твоем случае вот прям с удовольствием поживаю. Нет, меня интересует больше такая вот рыночная составляемость, что, я с одной стороны сейчас вижу, смотри, какую интересную вещь, что если раньше мы приходили и этому менеджеру по маркетингу объясняли, что такое клики и лайки, то есть он реально на нас немножко недоуменно смотрел, сейчас же я вижу наоборот тренд какой, что все, компании внутри себя, да, они еще до сих пор не знают, что им с этим интернетом делать, но решение уже, в общем-то, что надо идти в интернет, идти в социальные сети уже принято. То есть если раньше менеджеры компании еще не понимали, надо им туда или не надо, сейчас все точно поняли, что надо, но может быть вот тут задержка, что никто не объяснил им толком, как, да, то есть хотя, ну, что там сложного, вот по большому-то счету, там, мне кажется, экспериментировать надо. Ты вот как думаешь, что притухло-то немножко, вот этот интернет-байга вся? Сложный вопрос. Короче, гранат мне открыли. Хорошо бы его задать директору рекламного агентства, он бы правильно сказал. Я немножко в своей колокольне это все вижу. Так, Оленька, если бы мы хотели поговорить с директором рекламного агентства, мы бы позвали директора рекламного агентства, к нам все приходят. Ты вот со своей колокольней дай какую-то оценку, то есть, а что тут такого? Я думаю, есть небольшая проблема. Это вот айтишная тема в тебе осталась. Понимаешь, ты пока четкий алгоритм не увидишь, ты не можешь это произносить. Людям иногда проще понимать четкие понятные вещи, чем просто расплывчатые речи. Ну это в общем-то да. Наверное, есть все-таки проблема немножко сейчас рынок вообще агентств между собой, то есть он еще не сформировался может до конца, есть всякие дележки, площадки, мы тоже там слоняемся одного к другому селс-хаусу, то есть как бы и с этим, наверное, что-то надо уже делать и, наверное, появится человек, который это все, либо уже те, кто уже на рынке, они это все нормально приведут в порядок, может быть, будет как в телике вообще сейчас. То есть, ну это, я не знаю, как, у кого, у кого, у кого силы больше, тот и победит. Но мы видим только стагнацию в агентских деньгах, то есть только в крупных рекламодателях. рекламодатели. В мелких, которые, им же кушать что-то надо, они как продавали, там свой бизнес сделали, они продолжают его делать, продолжают размещаться, они только, может быть, меняют какие-то каналы, пробуют что-то, они так, как ты сам говоришь, они становятся образовыванием, они понимают, что может быть эффективнее так, они уже сами нас просят, там какие-то таргетинги, еще что-то, раньше этого не просили, понимали, вот я на колесах и все, мы включаем их, там всякие, аудитория большая, всякие ограничения ставим, по времени, там на униках, там по категориям, вот это все, все, все по регионам, уже делаем, но вот с агентскими, там нужно, наверное, что-то вот, навести какой-то там порядок, не знаю, но это, но это не наша игра, это мы должны делать хороший сайт и делать его удобным для пользователей, а то, что там можно продавать рекламу, это вторичная вещь, и мы можем продавать прямым, но мы выстраивать рынок агентский, никогда в жизни туда не полезем, и агентство свое открывать не будем, однозначно, поэтому мы просто будем, наверное, работать сильнейшим на рынке, будем стараться так, пока можем себе это позволить. Ну, колеса, с другой стороны, первый сайт в стране по посещаемости ни одно рекламное агентство не сможет игнорировать, Игнорирует, ну, ну, а почему так, то есть это в силу какой-то ангажированности, что ли? Да есть выбор просто, можно, мы там такие тоже скидки не даем, мы такие злые, нас там многие не любят, ну, не дали, вот вам, не знаю, из бюджета в 20 тысяч долларов, тысяча, пусть даже в убыток, он все равно заработал на своей марже, там, с 19 получил, ну, отдал он там не лишние 200 долларов, то, что ему скидки не дали, в общем, там заработал свои пятеро, там, то есть, как бы тут можно обойти, так и многие поступают, ну, тоже наша немножко неправильная политика, ну, попробуем что-то в новом году переделать. Давай получим рекламодателя, вот ему расскажем вообще, как правильно, вот если я хочу прямую рекламу разместить на колесах, я что должен делать? Если маленький, то можно попробовать еще самому, то есть зарегистрировать. что вы сейчас запустили в Ададу. зарегистрировать кабинет, и там будет ссылка баннера, и попробовать разместить, если совсем маленький, как бы, если побольше, ну, если маленький, там, не знаю, до 1000 долларов, как-то так, ну, даже может быть и до 100 долларов, там, как бы, можно так, если ты уже чуть побольше, от 200, от 300, можно приехать в офис, тебе расскажут, покажут, как это лучше сделать. Это куда в офис, то есть, давай, где это офис? на колески зайти, там, короче, есть адрес. Рекламодателем, там будет телефон, там, можно понять. И там, кто с ним будет разговаривать? Менеджер, менеджер по рекламе. Он объяснит? Он объяснит, он поймет, какой бюджет, где, как, он что-то предложит. Мы сами стараемся, нам очень важно, чтобы рекламодатель, нам нет задачи, что один раз разместил, ой, класс. Мы же в долгосрочную играем, нам важно, чтобы реклама ему понравилась, была эффективна. Поэтому мы каждый месяц смотрим, насколько у нас эффективна, то есть, чтобы стоимость, ну, как мы можем смотреть только по кликам, эффективность же, мы не знаем, что там дальше произошло, сайты разные, плохие, хорошие. Мы смотрим по стоимости клика и стараемся, чтобы он был выше контекста, ну, имидж, имидж все равно, иногда бывает, и не как в контексте клики, там, по 4 тенге, но ниже, чем у всех остальных, обязательно, то есть, иначе, ну, ну, смысл, реклама должна работать, и мы стараемся это делать. Как сейчас, вот, поучим ты говоришь, как поступают, я вот замечаю, многие салоны, ну, их бюджеты больше, они там начинают, тут разместились, посмотрели уже, то есть, они уже не просто, они разместились, посмотрели за несколько дней, посмотрели, и находят более эффективную позицию, это клево, они уже начинают искать, и когда они находят, блин, это счастье, значит, они, во-первых, ну, работу, проделали хорошую, но и денег потратили, может, где-то было неэффективно, нашли позицию, они там будут размещаться, баннеры начинают делать, ну, хорошие, то есть, начинают лендинги делать, то есть, получается, растут, надо искать, вот, вернемся к маленьким суммам, к арбитражникам, да, они не просто так, купили вот баннер, да, там, на интернет-магазин какой-нибудь, да, на ту же, на какой-нибудь интернет-магазин, продающий вещи, да, и он там, как партнер, получает отограждение с каждого заказа, на этой позиции он в убытке, на этой в плюсе, ну, кто занимался арбитражем, поймет, а какую-то нашел золотую середину, блин, оказывается, строчку надо было купить вообще за 7 тенге, и там я в плюсе, я трачу тысячу, получаю две, класс, я так могу покормиться, и не знаю, люди же там могут по-крутому играть, в России там десятки вкладывают, десятку в месяц поднимают, это такое. Ну, скорее всего, получается, вот эта старая, в общем-то, вечная тема, ничего там нового, говорится, под солнцем, я вот всегда говорю, интернет интернетом, да, но не надо его там как-то демонизировать или что-то, да, то есть, мне все-таки кажется, что любая рекламная компания в интернете, это эксперимент, не знаю, и вот мы в своем агентстве всегда говорим, что, ребят, дай бог, чтобы мы сразу с первого раза, да, вот попали в цель, но, допустим, вот взять тот же колеса, сайт, это огромный ресурс, туда ходит там 300 тысяч человек, да, мы придем к специалистам там с колес, то есть, ну, это в день я имею в виду, то есть, мы придем к специалистам с колес, они нам подскажут, ребят, с вашим раскладом лучше вот сюда, мы вот делали для тех, для тех, для тех, для тех, но, действительно, там вот как-то надо поэкспериментировать. Можно даже, если есть возможность экспериментировать, можно найти лучше, чем даже наши девчонки подскажут, может быть, потому что, говорю, для нас какие-то открытия были, когда смотришь, блин, люди. Как это вообще бывает? То есть, надо экспериментировать, я согласен, давай чуть-чуть, тут еще есть такая обратная сторона, когда ты ловишь аудиторию большую, когда тебе действительно нужно много, ты хочешь, не знаю, заявить на всем любителям автомобилей, там, о новой марке какой-то, да, загудела. Сейчас. Ну, где-то будет. Слышишь? Не, может, этот кондер включился, может. Этот, что я говорил? Когда ты ловишь… да, когда тебе нужно заявить о какой-то новой марке, нужно что-то, что-то покруче, ты не поймаешь, ты там поймаешь, да, эффективно, клево, но это там, не знаю, сто человек, а тебе нужно вывести новый бренд. Это надо… Попил воды уже. Надо мочить этим имиджем. Ну, вот, кстати, смотри, вот это… Купать позиции верхние. Вот, подожди, мы купили верхнюю позицию, вот кто-то мне рассказывал, да и я так, как сказать, что вот если показать баннер всем посетителям, да, колес, да, то есть это какая сумма выйдет? Ну, допустим, если взять там… Нет, на самом деле… Это же там, по-моему, 10 тысяч долларов там сгорит буквально за день. Надо считать немножко по-другому. Нужно, во-первых, у нас очень много хитов, порядка 9 миллионов, ну, показов. Нужно обязательно ставить ограничение на уникального посетителя, тогда мы грят на дому человеку, показываем, не знаю, до трех раз, например. Один раз не заметил, второй еще что-то, ну, в принципе, за три раза. Один мало, пять много, вот три уже сейчас считается, что это будет хорошо. Ну, это вот на какую сумму, вот так, чтобы хорошо показаться надо. А сколько? У нас сейчас VIP стоит 250 тенге, тысяча показов. То есть там, не знаю, там за… Ну, в принципе, там от миллиона мы же можем что-то нестандартное сделать. Миллиона тенге. Да, то есть, чтобы хорошо показаться, надо… Это в день, в час, в год? в месяц, я говорю, бюджет в месяц, то есть потратить миллион. Да что такое миллион тенге для бренда большого? Нет, спокойно. Мы тратим, да я… наш бюджет на телевизор сейчас, это порядка миллиона долларов. То есть, это… это… Причем мы бренд, не такой, как там тот же… Вы миллион долларов на телевидение тратите на рекламу? Ну, чуть меньше мы в этом году, наш бюджет. Это так, чтобы понять, что мы серьезно настроены. Нет, серьезно. рост, он чего-то должен же стоить. Тема обусловлена, да, собственно. Да. То есть, вы получается… А какие вы еще нестандартные используете методы продвижения, то есть, вот вы ушли в офлайн, да, то есть, вы по телеку гоняете рекламу. Вот я знаю, что вы в больших супермаркетах вы вешаете там свою рекламу, ну, вот в каких-то там, по крайней мере. Вы выбрали для себя направления, которые, ну, по нашим ощущениям, работают, да. Мы рекламируемся в интернете, ну, потому что мы проекты легче всего привести с интернета. Ну, а что вот вы в интернете, как вы рекламируетесь, вот просто мне интересно. Ну, мы сделали… Я вот особо… Вы, видимо, как-то там по запросам, да, по всяким… Естественно, Вы на SEO, на бабах там засаживаете, наверное. SEO и контекст. Причем, там, где мы по SEO вылезли, мы контекст выключаем, SEO дешевле. То есть, SEO контекст мы сделаем с другими площадками, бартеры, потому что получается, чтобы как-то сэкономить есть наши плашечки всякие, вот эти в горячие, если подать объявление, да, то оно не только на в горячих покажется, оно еще на сайтах партнерах может показаться. Такой бонус, как бы. А с кем вы за партнеры? У нас… Я, может, сейчас всех забуду, но мы с Намбой делали, с Киви, с Тенгриньюз, с Вести, блин. Ну, с такими тоже большими, с хорошими посещаемостями. с хорошими, с серьезными площадками. И, ну, хороший профит. Ну, и выбрали из оффлайна, мы выбрали Телек. Я, не здесь честно, мне поначалу я как-то скептически относился. Дорого все это дело, но… А Телек, какие каналы, если не секрет? Мы сейчас рекламируем вся республиканская интернет-компания на Евразия, КТК, НТК, 7-й, 31-й. Да. Ну, так это все ведущие каналы, то есть вы фактически зашли. И вы не бартером каким-то, а прямо вот деньгами платите? В этом году да. Интересно. То есть вы в прошлом году как-то попробовали, увидели, что у вас фидбэк какой-то, ну, состоялся там приличный, да, и в этом году вы уже как бы осмысленно начали туда. У нас… Просто миллион долларов это рекламный бюджет, ну, не знаю, такой уже, очень такой приличной компании. То есть это вот… Я… Миллион долларов на рекламу, немножко неправильно. На теле где-то 100 миллионов тенгер. это 1080, 70. 800, 700, 800, 700. Но это тоже не маленькие деньги. вот так. Правильнее будет. Нет, 87. Подожди, наверное… Ты в доллары берешь? Ну да, мне удобнее всегда в долларах считать. Нет, ну, в любом случае, это сумасшедшие деньги. Вы тратите… это пять флайтов. Считай, у нас первым был крыша продажа, потом была авто продажа, потом была крыша аренда в августе. Девушка красивая там была. И сейчас мы сделали 10-секундник колесный такой, который мочит по этому рекорд вчера-то в принципе был. так подожди, я вот не очень понимаю, вот интересно, слушай, ну а где колеса же это фактически монополизм, да, там, в своем… Мы на самом деле это нацелено на регионы. Мы в Алмате не растем вообще. Если посмотреть графику, в Алмате вот так вот стоим. То есть мы весь рост, который мы видим за счет регионов. Только там и все. То есть вот у вас… Тут ты в Алмате живешь, тебе кажется, а там еще не совсем. Не так все это, да. Ну я думаю, да, потому что рост он есть за счет чего-то, что он есть. Да и мы видим, там и конкуренты есть. Надо же, у колес где-то есть конкуренты, как идея. У колес не так много, не такие большие, у крыши есть. У крыши есть, да. Ну я слышал вот в северном регионе какая-то тоже есть сайт какой-то такой, он пользуется. Ну ты позовешь их, будешь про них спрашивать. Нет, я не хочу их названия, сейчас ты можешь их не называть, но я просто слышал, ну что-то такого. То есть не… Что-то сразу… Они мотивируют очень хорошо. Это вообще замечательно, что есть они, они нереальны. Я бы в жизни в Астану не пошел бы, если бы там, например, не было их. То есть мы в офигенном в Астане продвинулись, и мне… Это город, ну, очень серьезный. Его нельзя терять. Это вот еще Рамиль с Чиколаева, да, сказал, что неправильно вообще называть вот то, что есть Бисмар, да, допустим, то есть это неправильно считать его конкурентом. Он считает этих ребят, да, ну, вот как бы своих конкурентов, он считает их, наоборот, положительными такими как бы героями, потому что, во-первых, они прогревают рынок, то есть они же делают продажи. То есть вот этот ваш астанинский там, я не знаю, конкурент, он научил всех давать рекламу. Есть определенный плюс в этом. И надо… Все правильно, надо научиться их видеть. И у нас, я бы, казалось бы, те города, где они, они будут самые последние у нас. Чтоб туда поперся. А они нет. Они у нас людям, он привык там в интернете быть. Мы туда только зашли, и они все пришли к нам. И как бы, ну, не все, часть из них пришли к нам и также размещают свои объявления. И нам оказалось, в этом городе легче всего. Да, там будет война, людям придется на два сайта подавать, но со временем победит сильнейший. Это такой рынок, где первый забирает 80%. Нет смысла платить за объявление, продвигать на двух сайтах. Все, ну, тупо же ты пришел на сайт, ты же свой, ты подашь на два сайта, но заплатишь на одном, на первом, где есть звонки. Это так. Слушай, ну, вот, интересно такое вообще. Нет, если просто e-commerce, интернет-магазины, они могут делить там свой рынок, да, есть куча сервисов, да, почему не пойти туда? Там можно быть не первым и зарабатывать свои деньги, как бы, заработать свой миллион. Но есть рынки, где первый, к сожалению, забирает все. И если посмотреть, очень мало, где второй, что-то, вот, другие страны, которые прошли этот период, где второй что-то отхватил. Это очень важно. Давай, мы уже с тобой, как, как, как и положено, честно, час уже отговорили. Вот, я не знаю. А ничего и не сказали. Ну, не знаю. Давай, я тебя спрошу, вот, ты же, когда сюда шел, готовился, да, то есть, вообще, не, хорошо, не готовился, молодец. Я вот тоже никогда не готовлюсь, только лучше от этого. То есть, ты вот все равно, ну, какой бы месседж ты хотел бы сообщить, тот, о котором я тебя не спросил, то есть, вот, осталось у тебя что-нибудь, что я не спросил? Это я вот впервые задаю такой вопрос, но тем не менее, то есть, ну, все равно, ты думал же об этом интервью чуть-чуть, да, и вот ты вот что-то хотел сказать, и вот сейчас я тебя об этом не спросил. Ну, не знаю, мы сейчас с тобой говорили про другие проекты, может, про это стоит сказать, потому что... Давай. Очень много, ну, про тренды мы только про e-commerce сказали, на самом деле, там еще есть. На самом деле, очень много вещей, которых, как знаете, еще нет. простых вещей, которые мою бы жизнь, например, улучшили бы, да, мою качество жизни улучшилось, и по теме вещи, вещи были. примеры какие-то, то есть, я вот, в смысле, ну, порносайты сделали уже, или нет? А зачем порносайты? Ну, я не знаю, что там в твоей жизни, как их улучшать. Не, ну, я шучу, то есть, не, ну, что нужно? нужно смотреть на те проекты, которые, например, делаются в России, очень много, что можно сюда перевести. Я к тому, что есть люди, которые начинают, есть уже проект, сильная команда, да, ну, конкретно, не знаю, там, взять нас, и люди начинают туда лезть, да, как бы, ну, это здорово, полезно, но вы на самом деле, ладно, когда кто-то полез с маленькими деньгами, ничего страшного, но есть серьезные, серьезные дядьки, с инвестициями, лезут в этот рынок, да, они потратили столько сил, столько энергии, столько денег, они бы уже выстрелили на том, где нет конкуренции, где нет, не знаю, бренда, который здесь стоит уже 16 лет, да, ногами, в чем смысл, кто-то пытается колеса создать, ну, постоянно же возникает, но смысла, вы поймите, есть куча вещей, которые можно сделать, ты честно, я вот сейчас меня, вот, представь, картину, все, уволили Николая, я пошел, да, я в жизни не делаю, я хотя очень хорошо разбираюсь, классифайд, я понимаю, как, что, как объявление, как это работает, все, я никогда в жизни бы не полез бы в автомобильную недвижимость, потому что я понимаю, сколько сил мне нужно будет, чтобы этих, этих мудаков подвинуть, это никогда, есть куча вещей, которые можно сделать, тупо без конкуренции, мудаков это ты сейчас себя, собственно, ну, ну, я же враг уже, они же мне враги будут, нет, ну, я понял, я понял, и, и, и которые, тупо мне были бы нужны, примеры, не хочу говорить, не, ну, ребята уже это делают, например, у нас может кто-то, я сейчас скажу, не, ну, это для меня, кстати, тоже интересная новость, в смысле, есть вот чуваки прям, они замахиваются, в смысле, вторые колеса сделать, да, то есть, ну, а зачем им еще делать, ну, нет, я не знаю, ну, вот я, я бы вот тоже подумал, зачем в Казахстане трое колес, там, ну, это сложно, это долго, и не факт, что, это игра в такую, в 5-10 лет, то, если мы, ну, это инвестиции, это огромные инвестиции, это, посмотрите на Россию, как там Авито всех просто вот задвинуло, какими деньгами, новости почитайте, миллионы, там, чуть ли не, десятки миллионов долларов, в такую рекламу, там, такой продакшн, там, такие сообщения, там, вообще там, кстати, вот, надо рассказать людям, я вот устал уже от этих одиночек с мотором, если честно, да, вот, как у Инфо Петрова, то есть, нужно объяснить уже, что, ребят, если у вас нет 200 тысяч долларов, вы не сможете сделать даже самый хреновенький сайтик, я имею ввиду, вот, который рассчитан на посещение, то есть, вот, мне кажется, что такой сайт на посещение, если ты не будешь в него тратить, там, 15-20 тысяч долларов ежемесячно, он у тебя тупо не получится, потому что нужна команда, нужны айтишники, нужно продвижение, нужна реклама, нужно создавать контент. Бывают истории, смотри, бывают, когда, блин, у Цукенберга, да, бывало, бывают истории. Смотри, когда ты, какой-то проект, да, и он, ну, он принесет деньги, когда он реально будет, ну, смотри, ты получишь деньги тогда, когда у тебя будет огромная посещаемость, только тогда у тебя будут деньги, а, чтобы этого достичь, тебе уже сейчас нужны деньги, чтобы, не знаю, ребята это делали, да, тупо тебе нужно железо, тебе нужно админы, программисты, которые это делают, потому что это не просто заказать сайт на фрилансе, тут элементарно, мы там два месяца там делаем штуку, да, с поиском на колесах, это никто вообще не видит, у меня там лучшие умы делают поиск, никто вообще ничего не заметил, мы профигарились два или три месяца, чтобы поменять поиск, то есть, ты, это кажется, что вот, о, классно скопировать колеса, скопируйте мне, знаете, он 10 тысяч долларов скопирует, но работать там он будет там до 5 тысяч посетителей, потом все встанет на фиг, потом тебе надо будут люди, которые будут переписывать, и нужно будет играть в долг, но есть и другие истории, я не хочу, на самом деле они есть, и куча примеров, когда деньги начинают поступать раньше, когда ты сделал проект какой-то, да, ты вложил в него мало там, там, зарплату откусываешь, ты вкладываешь, накопил там, не знаю, 3 тысячи, 5 тысяч долларов, ты сделал какой-то проект, он пошел, есть посещаемость там, слушай, ну я вот такую историю знаю, мало их, короче, на самом деле, ну есть, ну 3 тысячи, и ты уже начинаешь что-то зарабатывать, на эти деньги, начинаешь какого-то одного программиста нанял, и пошел, пошел, но это, как ты говоришь, с мотором, вот, одиночка, оно бывает, но все равно в какой-то момент тебе надо будет что-то делать, чтобы серьезно это все, пусть пытаются, это на самом деле, нет, я не хочу их как-то обламывать, да, но все же таки, если люди замахиваются, ну, на такие, но нужно оценивать силы, да, если ты замахиваешься, когда ты видишь, есть сильный игрок какой-то, или еще кто-то, ты понимаешь, изучайте, нужно изучать другие рынки, понимаешь, что чтобы тебе его подбить, допустим, кто-то другой его подвинул когда-то, ну вот подожди, вторые колеса по ощущениям создать, вот сколько надо бабла с нуля, ну я думаю там, да я не хочу даже думать, нет, ну да, ну пару миллионов долларов, это вот, надо по-другому делать, в смысле, ну не колеса создавать, чтобы порвать колеса, я понял, а эти гусеницы, гусеницы.кизет, нет, есть стратегия, ну, ну короче, ты ее сейчас не будешь рассказывать, да, а кто, кто, нет, ну все равно денег же много, все равно потребуется, вот, нет, а вот подожди, вот это интересный вопрос, вот подобный сайт, ну вот похоже, мы не колеса говорим, да, ну вот по объемам, да, вот чтобы он был такой же крутой, вот взять с нуля, да, и сделать вот такой же проект, ну, ну я не знаю, там, только техническая часть, нет, вообще вот, чтобы он работал, вот денег приносил, то есть, ну, чтобы денег приносил, там люди должны же быть, ну вот да, с людьми, ну не знаю, ну лямов пять, мне кажется, надо потратить долларов, я думаю, смотря как тратить, ну, не буду говорить, не знаю, я это обману, это просто, действительно будет вот так, как ты говоришь, нормально, не, не знаю, не, ну что, не хватит пять лямов, меня начнут говорить, что ты не прав, это так-то, ну, это, пусть, пусть вкладывают, посмотрим потом, когда первые пять сольют, посмотрим, что будет дальше, когда первые пять кончатся, мы тогда посмеемся, да, нет, ну, ребята, вы тратьте, пожалуйста, мы же тоже, на самом деле, тратим, элементарно, то, что мы живем, это тоже, если вы начали по 800 штук на телевидение носить, даже без этого, если бы не вкладывали, ты пойми, но тупо люди, мы имеем аудиторию, два с половиной миллиона, они же общаются, слушай, а содержание такого сайта, ежемесячное, да, ну, вот ты говоришь, не, спокойно, спокойно, мы сейчас никаких коммерций, опять же, не узнаем, да, просто есть вот такой, там, я не знаю, колеса, это уже, наверное, такой Bentley в казнете, да, то есть, такая дорогая, очень прикольная, крутая тачка, ты, ты сейчас назвал цифру, что у тебя 150 сотрудников, ну, даже, если, там многие газеты занимаются, да, какая разница, это же все там одно взаимосвязано, да, то есть, даже если посчитать, вот так в кучу, да, 150 тысяч долларов, это просто фонд заработной платы, ну, вот, по штуке-то сейчас надо всем платить, там, ну, плюс-минус, кому больше, кому меньше, вот, среднеизвешенно, да, вот оно то на то выходит, да, плюс рекламные затраты, да, получается, что где-то 250 тысяч долларов, это вот, просто вот надо, чтобы он, каждый месяц, чтобы он, ну, вот, чтобы все это случалось, так же получается, нет? Ну, порядок, правильно. Ну, вот, видишь, я вот, а я не айтишник, и не математик, я интуитивно чувствую. Ну, это любой может посчитать, понять, и 10, получается, 10 месяцев, 10 месяцев, это 2,5 миллиона долларов, получается. Ну, вот, это же тоже вложение в браке. и получается, что, трояк надо просто, чтобы вот это все работало, развивалось, там, жило, и... Ну, это газета, видишь, да, тут еще... Не, ну, а что газета, газета, ну, а, газета отмирает потихонечку, или нет? Там есть тренд такой, то, что есть такой, есть переток, но очень много людей, которые... Просто вот раньше я видел на каждом перекрестке вот этого мальчика... Да, мы никогда не раздавали. ...с газетами, не, не раздавали, продавали, ты что, колесами всегда, так же, как и караваном, торговали на перекрестках, никогда в жизни... это кто-то перепродавал. То есть там были всегда вот эти жучки, которые вот с этого имели гешет. Сейчас в последнее время я гляжу, они рассосались куда-то. Не, ну, это меняется рынок, это нормально, то есть, но, опять же, я говорил, что мы сейчас растем за счет регионов только. В регионах у нас газет нет, мы газеты только в Алма-Ате, и мы видим, что здесь как таковое уже устаканилось, есть аудитория газетная, они там очень медленно, то есть, ну, тупо он с покойных веков пользуется, и он очень медленно переходит в интернет. Был по начале сплеск, там, бах, но он уже, его такого всплеска нет. Последние полгода, и, то есть, если раньше мы замечали падение тиражей, сейчас, то есть, уже остановилось, иногда бывают даже какие-то подъемы, то есть, сейчас все, вот мы вот поделились. Теперь дальше будет только эволюционный, не революционный переход, а вот только эволюционный, а для этого нужны годы, не знаю, посмотрим. Ну, наблюдаем, смотрим, как это происходит. Ну, газета работает, прибыльная. Какие, вот, давай, такой, блиц вопрос, какие сайты ты бы еще отметил в Казнете, не думая? Вот, заслуживающие твоего внимания, пофигу, чем они занимаются. то, что мне, без разницы. Знаешь, я за сайтом вижу людей, мне вот нравится, вот как-то вот так. Ну, хорошо, вот давай так сделай. Ну, блин, мне нравится многое, что делает, ты называй название. Чоко Групп. Чоко Групп. Да, мне там даже не сайт нравится, но мне нравится культура, которую они умудряются строить. И я многие вещи там и воровал бы в плане корпоративной культуры. Вот это вот здорово. когда Рамиль эти вещи делает. Нет, Рамиль, это да, это какой-то очень необычный парень. То есть, я не перестаю ему удивляться, с нуля поднять такой проект. Там, вот там не только деньги. Вот. Вот это вот тот случай, когда далеко не деньги. То есть, понятно, что туда уже денег засадили, тоже там, мама не горюй. То есть, но я был на первой презентации Чиколайфа, понимаешь, когда это было такое, какое-то маленькое. Тортик, помнишь? интернет-кафе какое-то там, небольшое на Абая, помнишь, да, где-то там? Ой, это же был этот. Ну, на Абая, на Абая, точно помню. То есть, так совсем мало людей, как всегда, знаешь, которые не очень даже понимали, что-нибудь туда пришли. Некрасивые девчонки. Да, такой харизматический там, Рамиль, как всегда, да, там еще каких-то там, пару таких учредителей, которые тоже... Да ладно тебе там, чтобы к этой презентации, там, перед этим ночь сайт доделали, баги исправляли, чтобы выйти, чтобы что-то нормально работало. Чтобы он включился хотя бы. Там, в регистрации какой-то баг был, там, что-то там на мобильниках выглядело все уже. Ну, слушай, ты вольно-невольно немножко аффилирован, да, как бы, с Чиколайфом. Ну, так или иначе, потому что ты... Я там в совете директоров. Сколько ты там до сих пор? Ну, меня позвали в совете директоров такой. Сейчас в смысле? Раз в месяц мы собираемся, да. Ух ты, ты смотри какой ты... Ну, это так. В смысле, за это не платят. Да, за это, блин, за это не платят. Это как свадебный генерал просто, да, ну, хорошо. Окей. я тоже, получается, свой опыт неинтересный. Не, хорошо. Я делюсь тем, что я... Не, депутатов вот их часто очень на свадьбы приглашают, то есть ты вот уже как-то так вот уже... Нет, давай еще вспоминай. Ну, мне сайты тебя вот прям... Мне нравится, допустим, как Tengri News, их прорыв, мне нравится. Двигается. Не хочу другие называть проекты, нравится их политика и их способ привлечения трафика. Но Tengri молодцы. По-взрослому, да? по-взрослому хорошо. И новости такие, без... Стараются вот эту желтизну, желтые заголовки, как бы люди там умные, стараются не писать. Потом, блин, нас еще с кому-нибудь обижу. Есть. Нет, не надо никого обижать. Это просто... Ты же не готовился, не сидел там на бумажке. Вот файл у тебя вываливается, да, вот вывалился, чоков, вывалился Tengri. Мне Vox Populin нравится смотреть, все эти фоточки, но мне не нравится их. Вот мы себе не позволяем. Ну, наверное, им приходится так делать, что реклама вот так агрессивно, чтобы отзойдешь, и прям не видно, где там что. Мы такой себе стараемся не позволять. Часто поначалу просили, давайте там забрендируем, мы не делаем. Но это временно, я думаю, со временем они поймут, что если они зарабатывают больше на постах, то нафиг это вокруг. Пусть будут посты, и на этом центр вселенной. Нравится, молодцы. Ну, то есть, мне просто взяли, так вывели, сейчас вижу пощаемость их. Не, ну, сайт-то вот по большому счету, вот что там в казнете, почитать и посмотреть. Так вот, Vox один из немногих. Они там профабричные как-то сделали, это родина моя, блин, прям вообще там фотки такие были. Вот, нет, ну, там очень много людей привлекает, то есть, я, например, не знаю, я туда хожу даже где-то иногда учиться, потому что очень, и, кстати, команда же небольшая, вот что самое-то интересное. Ты знаешь, кстати, что на Vox'е вся команда уже поменялась фактически, то есть, потому что вот этот первый состав, который сделал Vox, ну, там в силу, там кто-то замуж вышел, переехал в Астану, да, там кто-то, ну, и так далее, и так далее, то есть, но вот он уже который год, он не перестает, как бы, баражировать, да, там, я не знаю, там фронтировать, там удивлять, то есть, вот они как встали, они как рубят, 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 рубят. На самом деле, очень сложная задача, потому что ту планку, которую они изначально задрали, я вот представляю, как им тяжело, на самом-то деле, держать такую планку. Вот, окей, Vox, мы услышали. Я сейчас вот, блин, все очевидно, какой-нибудь сайт. Не-не, мы сейчас аварт такой быстро проведем тут. Да нет, аварт это для новых проектов, я думаю, больше. Ну вот, а мы для старых. Даже не такой. Для старых. Блин, ну, проекты, мы же... Мы же... Ну что, больше ничего не вспоминается? Я мало казахстанцев. Хорошо. Отстану я тебя на эту тему. Три сайта прозвучало. я думаю, знаешь, я думаю, с тобой в пору, Николай, снимать пару серий про этот интернет. То есть, у меня вот, я сейчас вытащил вот какую-то... Ну да, мы очень поверхностно, за разных тем, на самом деле, на каждый вопрос можно будет отвечать. Ну, я согласен, но понимаешь, мы какой-то должны были паритет собрать, чтобы вот интервью было все-таки с разных вопросов состоящее. Потому что я знаю, у тебя этот подход такой серьезный, у тебя коротенько, минут на 30 ты будешь тему раскрывать, да, но, к сожалению, ты же понимаешь, там это, внизу напишут, убейтесь об стену со своими треля часами интервью. Поэтому... Вырежьте половину. Нет, не будем мы ничего резать, все хорошо. Мне, например, было интересно. Вот, дорогие друзья, не знаю, что получилось, то получилось, ну, лично мне было интересно, то есть, а вы об этом обязательно напишите в комментариях внизу, как вы это любите делать. С нами был очень скромный человек, вот, я вообще удивлен, что я что-то с него навыковырил. Он, кстати, Бабешкин, вот я что вижу, да, два слова скажу, он очень скромный, очень порядочный, то есть, это я тебе, ну, совершенно искренне говорю, то есть, его постоянно пытаются купить, его постоянно пытаются зарядить, да, но вот он как-то умудряется идти вот этими... еще осуждают часто. Да, очень часто осуждают, но он идет вот этими своими одному ему видными узкими вратами и, коленька, давай, удачи тебе. Спасибо. я тоже, можно скажу, на самом деле, я помню самые первые твои передачи, ну, как назвать формат, ну, там, лучше не называть его никак. сейчас все, ты знаешь, вырастает? Да, ну, слава богу. Я чуть-чуть, наверное, ждал чего-то другого, вот когда тогда, когда раньше, а сейчас прям неожиданно, поэтому спасибо тебе. Давай, Коль, нет, ну, что-то я на 130-й программе же должен как-то эволюционировать. Я когда первый раз смотрел, я не знал, кто ты вообще. Да, да. И думаю, что там за мужик матерится там вообще? Чудо, да, какое-то. А сейчас все? Да нет, мне уже материться, это, как, я не знаю, зачем я матерился вначале, хотя, может, со страху. Не, на самом деле, я сам, бывает, соберемся, я бывает мат, еще что-то эмоциональное весь, ну, бывает, но есть форматы, кто знает. Ну, согласен, так я вот последний там, я не знаю, программ 50, я уже не матерюсь. То есть, на самом деле, это не так нужно, что ли, было. Ну, было в свое время, знаешь, как время разбрасывать камни, время собирать, я не знаю, всему свое время, было время материться, да, то есть, сейчас, ну, а зачем нам, мы сейчас говорим там, о больших структурных вещах, да, ну, давай мы сейчас там, мат через мат это запишем, да, то есть, ну, как бы. Я тебе желаю, чтобы эта серия твоих передач была в таком высоком уровне, на уровне, будем стараться, на уровне РБК. Ну, попробуем, 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 давайте, удачи. Аминь.